так ребята сегодня будем с вами делать вот здесь софиты и фиксировать вот уж и Так, ребята, короче, я сделал разводку, в итоге поставил аж три коробки, видите, одна, вон там вторая над моей головой, и вот здесь вот эта вот третья. Все закрыл, теперь можно делать стену, блин, времени уже много, как бы теоретически я все равно все успеваю сделать сегодня, но, блин, нужно будет серьезно поработать, кабинетчики завтра придут, в 10 часов они будут, для них мне точно нужно сделать всю свою часть, погнали. Так, ребята, я, короче, перезарядился, точнее, зарядку поменял. Аккумулятор для камеры, и мы возвращаемся с вами в эфир. Я еду в хом-дипо, на потолке использовали строители два листа гипсокартона, в смысле два типа. И им-то как бы хорошо, ну, в смысле им все равно, у них лежит этот запас. И вот они там импровизируют, сюда тонкий, сюда толстый, хотя логика там не совсем понятная вообще. ну, не суть. В общем, мне нужно купить тонкий гипсокартон, маленький кусочек, прям квадрат, на стену. И я уже зашпаклевал, основную часть, сейчас этот кусок я его установлю, зашпаклюю, и буду вот так вот по очереди между ними метаться, шпаклевать, сушить, сэндить, в смысле шкурить, чтобы сегодня нанести текстуру. Сан-Франциско подъезжаешь, и вот облака повисли на горах, и бам-бам-бам, и вот эта туча, я прям на Сан-Франциско, я не удивлюсь, если в Сан-Франциско сейчас все затянуто, и люди там солнце не видят. Короче, так и есть. Сейчас встречался со страховым агентом, подписывал страховой полюс, это уже второй страховой полюс. теперь моя жизнь застрахована на миллион долларов в общей сложности. Надеюсь, все будет хорошо. Короче, страховой агент из Сан-Франциско, и она говорит, в июле, хоть вешайся, каждый день на улице, ну вот спускается это облако водяное, и просто вода в воздухе стоит, все мокрое. И я в такой, в таком пару раз был в Хавмунбее, вот когда приходит такая туча низкая-низкая, я, ты как в влаге стоишь какой-то. А как происходит в Сан-Франциско, я не знаю, но можно будет заехать, может быть, на выходные. Правда, я слышал про июнь, она про июль говорит. Вон, видите, вот туча разделяет солнечную долину с одной стороны, и город Сан-Франциско с другой стороны. Сейчас поедем через залив, тоже вид такой залива классный, вот тут два очень длинных таких моста проходят через залив, сейчас покажу вам один из них. Так, смотрите, вон там один мост идет, и его еле видно. А вон там уже Сан-Франциско, если присмотреться, можно увидеть мост, который на Окленд ведет, и под этим мостом вон здоровые такие суда, которые везут все эти контейнеры из Китая, ну, из Азии. Ну и сам Сан-Франциско вон в туче в такой, вдалеке. Попробую увеличить, потом при съемке, может быть, удастся показать. А мы едем вон на ту сторону залива, вот сейчас я поднимаюсь типа в горку, видите, он вид какой-то. Вот сейчас спускаюсь, и будет такой мост прямо над водой. Ох ты, камень у меня как прилетел. Один прилетел уже, вон, скол сделал. Так, что я тут, короче, дырок наделал. Сейчас буду это все обратно заделывать. На самом деле, не все дырки мои. У меня с ничем на дырок не бывает, как вы помните. Вот эта вот новая, которая поменьше. Я ее сделал, вот эта вот старая, я ее еще буду закрывать. Вот эта вот старая, я еще все буду закрывать. Он там две сделал. Вот здесь я две сделал. А тут будет три маленьких под плафоном. Сейчас как раз буду заниматься тем, чтобы закрывать. Алло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то я в процессе понял, что эту штуку я погорячился закрывать. Потому что мне нужно было вот сюда вывести электричество, вот на эту дырку. От этих, ну, от конусов. И, ну, это сложно сделать, потому что у меня вот так вот тут линия. Короче, я ее опять открыл. Вот здесь немного повозился, вот между этими двумя дырками. Две, тут три даже перегородки. Я пробил, протянул, короче, провод. Сейчас уже проще. Вот сейчас вот туда линию кину до конца. И потом от этого, когда буду снимать, еще от него тоже линию до конца по прямой кину. И все. Получается, с этим светом я сегодня закончу. Эти маленькие штуки все оставлю на завтра, значит. Ну, я то опять зашпаклю. Угол у меня тут, я смотрю, подсох. Наверное, уже не буду его делать сегодня. Угол у меня тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, ребята, что-то у нас в этой серии слишком затянутая получается. Наверное, не покажу вам. Покажу вам, как Амазон работает, бегает здесь посылками, самолеты летают. Но как я работаю, показывать я уже не буду. Сейчас одну прикольную штуку вам только покажу. Первый раз я с ней работаю. Это для текстуры. Я взял вот такой компрессор. Купил вот такой вот ган в Хон Дипа. И вот такую вот шпаклёвочную ерунду. Сейчас ещё чуть-чуть загладить. Но в целом, как бы, наносит он её практически похоже. Помните, вот здесь новый угол, который я делал? Сейчас я чуть-чуть, она чуть-чуть подсохнет. Я её чуть-чуть смажу, чтобы она была вот такая. И всё, и как бы закрывается получается. Сейчас вот тот же угол сделаю. И вот там потолок. Давайте с потолка попробуем. Ну, это смотри. Ну, как-то так, смотрите. Я сейчас не хочу делать, спешить всё. А вот этот угол, да, я сейчас... Мне нужно подождать, как чуть-чуть шпаклёвка смажется, ну, схватится, подсохнет, чтобы я верхушки мог пригладить. Видите, вот так называемый нодан сделать. И всё. Потом перейдём вот на этот угол, сделаю. Вот я две дырки закрыть. И сегодня я, наверное, закончу.